добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портал радиоцентра сен гейс начинает свою программу и сегодня у нас и четверг 15 декабря время в чикаго 11 часов утра время в калифорнии сан-франциско лос-анджелес 9 часов утра ну а в москве в этот час 20 часов 8 часов вечера и у нас как всегда в это время по четвергам женская гостиная и ее хозяйка анастасия хрущинская которая сейчас представит свою гостью у него правда там шумновато но вы как-то этот вопрос решить обстановка рабочая обстановка да хорошо тогда на вся тебе слово пожалуйста начинайте спасибо миша добрый день дорогие друзья в эфире женская гостиная я ваша ведущая анастасия хрущинская сегодня у нас на проводе минск и привет да привет это дизайнер белорусский молодой дизайнер екатерина текота с нами на связи сегодня из минска и она у нас прямо с места событий буквально с модного маркета как раз у нее сейчас но она сейчас нам все расскажет вот я буквально пару слов сейчас расскажу что что мы сегодня будем делать о чем будем разговаривать и уже стремительно приближаются новогодние рождественские праздники у нас здесь вообще скоро прям совсем уже потому что сша рождество более такой важный праздник на территории россии белоруссии у нас страны снг более важный праздник новый год и мы решили сегодняшнюю программу сделать такой праздничный у нас сегодня уже практически рождественские выпуска и поговорим сегодня про моду и стиль ну в общем казалось бы да что женская гостиная самое оно разговаривать о таких вещах хотя мы вроде иногда а более серьезных каких-то вещах разбирали но мне показалось что это очень важно потому что а моды и стиле в общем стиль как таковой он отражает индивидуальность человека и то как мы развиваемся то что мы из себя представляем а наша внешность она очень часто отражает и в гостях как я уже сказала у меня сегодня потрясающе удивительный прекрасный самый мой любимый дизайнер из минска екатерина тикота и катя она является основателем маркетинг это удивительный абсолютно бренд который просто стремительно занял позиции на белорусском рынке моды за свою неповторимость и уникальность в чем же уникальность этого этого бренда в том что екатерина создает абсолютно авторские вещи практически в единственном экземпляре аксессуары домашних стиль из того что уже имеет свою историю а также из новых материалов и катя помогает своим клиентам подчеркнуть свою уникальность о планете сохранить природные ресурсы вот поэтому она у нас сегодня в гостях потому что мы все за гармоничное развитие да и в моде и в природе и во всем катюш еще раз привет спасибо что ты согласилась принять участие в нашей программе и пару слов расскажи как вообще родился твой бренд как вот эта марка возникла потому что история потрясающая она такая очень глубокая очень духовная я ее давно знаю потому что мы с катей дружим но я думаю что наши радиослушатели с огромной радостью ее услышат вообще бренда родился три года назад я скажу что я была связана просто с темой сохранения земных ресурсов экологии вообще изначально я географ биолог по образованию и долгое время работала в экологических организациях и потом на телевидении какое-то время работала но пришло время уже когда мне было 25 лет и я такая понимаю так задала просто себе вопрос хочу ли я вот быть дальше на телевидении так как это выглядит сейчас и пару пару дней хватило на то чтобы ответить на этот вопрос тем что нет и нужно двигаться дальше нужно действительно делать что-то свое то что приносит радость то что помогает чувствовать свою значимость ну то что это не бесполезная жизнь это то что действительно может быть полезно кому-то еще ну и тем более с детства у меня воспитывали родители так что возможно нужно обращать внимание не только на себя но и на окружающую среду в первую очередь то есть это важнее чем жить просто в свое удовольствие вот так и собственно появился бренд то есть сначала это были переделки какие-то сначала это были на самом деле я хочу тебя прерву на секунду я хочу пояснить нашим радиослушателям что может быть из моего представления это было не совсем понятно что катя работает не только с созданием новых вещей да она еще переделывает старые вещи на самом деле это сейчас крайне актуальная тема потому что человек конечно ну достигнув определенные точки благополучия материального да мы уже имеем очень много вещей мы скорее всего сейчас и производства стали уже более дешевые все в таком ключе развивается и конечно у нас вещей много и вроде бы как бы свечи ничего не случается да по опять же потому что у нас есть стиральные машины есть хороший уход за вещами они не изнашиваются так как это было у наших бабушек и дедушек и даже у наших родителей да и соответственно возникает проблема что у нас уже всего слишком много и при этом как всегда как у каждой женщины да полный полный шкаф да ну вот собственно ты рассказал мне кажется даже больше чем я вот естественно которая помогает просто ну с одной стороны да это тема сохранения земных ресурсов и с другой стороны это энергетический такой посыл когда мы помогаем вещам то например наших любимых там бабушек или мам прожить еще одну жизнь ну на самом деле еще отбор вещей это не маловажное значение имеет потому что прежде чем работать с вещью я отбираю ее то есть это действительно не бездомно принять любую вещь а отбор вещей с точки зрения энергетики то есть это очень чувствуется когда берешь вещи ну ты говоришь платье мамы или бабушки и совсем другая энергетика и конечно хочется с этой энергии еще много много хорошего всего сделать а ты работаешь то есть ты сама находишь отбираешь вещи или бывает такое случается что что к тебе приходит клиент и приносит что-то вот я хотел бы с этим что-то поработать бывает что приносит но если я чувствую что я не могу даже взять в руки эту вещь я не могу с ней работать то соответственно работы не получается бывает энергия прежде всего да это очень важно мне очень нравится твой подход но я знаю что у тебя еще новые новая линия одежды тоже ты выпускаешь достаточно такие сейчас популярные вещи как свитшоты и футболки ну помимо остальной остальной одежды то есть да как какие-то со своими уникальными принтами я знаю что у тебя была удивительная коллекция я кстати обладатель одной из вещей с агральной геометрией мне очень нравится то есть для тебя все-таки духовный смысл до моды он важен ну в первую очередь да то есть во всем должен быть смысл то есть не просто штамповать вещи это есть для этого масс-маркет а именно делать вот даже принт какой-то с определенным смыслом то есть в свои впечатления чего-то заложить в него это ну такое не может быть масс-маркете действительно мои впечатления переживания и я рада что я могу делиться ими и они потом так у нас тут произошел небольшой технический сбой потому что екатерина сейчас нами выходила в эфир из своего магазина который как раз недавно открылся я сейчас надеюсь она к нам подключится заново вот и пока я буквально пару слов расскажу как раз что они она недавно стала как раз открыла свой магазин вот и я надеюсь что она сейчас с нами будет на линии и как раз этот шоу-рум который она представляет вот она с нами уже что-то у меня тут прерывается у нас в минске вообще несколько последних дней очень плохо с интернетом сейчас все хорошо да мы тебя слышим не знаю как я пока тебя не вижу да ну давай продолжим я как раз сказала что у тебя недавно у вас открывается почему у нас такой такой достаточно как бы в походных да в таких стремительных условиях у нас проходит эфир речь да потому что ты находишься в своем шоу-руме да который вот у вас сейчас недавно открылся новая площадка да расскажи пару слов просто у нас поскольку с минском у нас такие очень серьезные глубокие связи я думаю что на суде из минска тоже слушают будет интересно если кого-то будет возможность навестить твой магазин да ну в первую очередь хочу сказать что у меня есть студия в центре города можно прийти туда действительно посмотреть вещи вживую вот выбрать ткани какие-то уже для того чтобы работать с ними а сейчас временный период то есть предновогодний у нас 10 по 25 декабря новом торговом центре который открылся торговый центр галереи вот у нас открылся еще рун белорусский дизайнер 20 брендов представлено 20 брендов которые представляют страну и ну вот в том числе как я на за пределами беларуси то есть номерах каких-то площадках вот ну очень приятно что пригласили на самом деле приятна быть частью такого большого мероприятия потому что попасть на него вот четверо масштабы торгового центра это действительно очень круто я довольна сейчас ждем еще открытие открытие вот планируется 17 18 декабря официально вот ну и будет я думаю что очень много людей так что ждем очень круто очень здорово очень рада что ты так стремительно развиваешься что у тебя такие направления и давай все таки сейчас уже как раз перейдем к теме нашего разговора да что такое вообще мода и стиль вот в твоем понимании как человека со вкусом как человека работающего с людьми человека работающего с одеждой потому что возможно сейчас как раз вот такое новогоднее время вот эти праздники сейчас вот этот астрологический новый год когда самый короткий день году и как раз самое время сделать какие-то новогодние резолюции написать планы на будущее возможно поработать со своим стилем да и что же такое мода и стиль почему это так важно в своем понимании ну в первую очередь хочется сказать что такое мода и что такое стиль мода это краткосрочное что-то краткосрочное явление в плане выбора одежды то есть мы сегодня модные в одном а через неделю уже совсем другом а стиль это то что остается с нами и не пи не один сезон то есть четыре пять сезонов то наше ощущение себя внутреннее ощущение себя в котором нам комфорта в котором мы красивые в первую очередь для себя и для других в том числе и мы действительно подчеркиваем свои достоинства и можем показать себя то есть рассказать о себе с посредством одежды вот поэтому я больше за стиль мода это вот какие краткосрочное явление и так как я не любитель некоторых модных тенденций которые ну слишком пропагандируются для меня это где-то вызывает даже дискомфорт скажу так даже откровенно потому что ну-ка ну-ка расскажи какие против каких тенденций для меня обилие пайеток может быть уже в силу возраста там зеркальные платья которые полностью там змеиная кожа это уже не мой формат наверное ну или то что я по крайней мере знаю что точно не одену вот ну а что касается тенденций я могу рассказать и тенденции кстати на будущий год те которые я очень даже поддержу и они тоже в том числе появились в моей последней коллекции привет юпитер с которой ездили закрывали украинскую неделю моды в этом сезоне прям астрологическая такая коллекция да 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 мне а потом мои клиенты когда я уже встречалась с ними в минске делала маленькую такую домашнюю встречу в кафе говорили слушай ну ты же понимаешь что юпитер это игорь так я как бы с этими мыслями ехала вот это что это много про наполненность и действительно очень сильная планета и все к тому что 10 коллекции получается очень сильной и приятно что коллеги опять у нас идет какое-то прерывание что-то со связью не неудачно как-то у нас сегодня к сожалению получается очень жаль потому что катя все всегда есть что ей рассказать надеюсь что сейчас она к нам опять вернется на наш эфир на наш звонок как-то вот такое космическое что-то алью алью катюш да да что у нас все время идет со связи со связи вот и по поводу коллекции да то есть действительно она была оценена и встретили вот и новая площадка была очень приятно много обсуждали много говорили очень много положительных отзывов вот и по тенденции наверно нужно рассказать что конечно да очень интересно в чем встречать в чем встречать сейчас уже это все-таки тенденция не актуальна она такая к нам пришла еще из наших от наших бабушек дедушек там родителей да или сейчас уже просто встречаешь том что мне нравится или все-таки есть какие-то предпочтения по цветам или как но для меня главное чтобы было комфортно и подходила по цветотипу на самом деле потому что мы все разные и у нас все как разный цвет кожи волос глаз то есть на разная комплекция и если это просто слепо следует тенденция моды ничего удачного не получится то есть мы модными точно не будем и там супер то что сходит с подиумов там идет заходит на ура на подиумах человек в обычной жизни может смотреться в этом настолько леповато что носить все это даже если это будет до единственной ночи может быть достаточно странно и испортит настроение себе ну и впечатление для окружающих поэтому я думаю что первую очередь нужно быть своем стиле то есть действительно подчеркивать свои достоинства но из тенденций которые действительно могут помочь направить что-то выбрать по цветам или по фактурам могу рассказать мы тебя внимательно слушаем да моя большая любовь это бархат и очень здорово что бархат продолжает быть одной из последних вот тенденций из прошлого сезона переходе вот в этом сезоне бархат на волне и это очень круто это действительно благородная ткань которая отлив настоящего бархата он действительно смотрится достойно и так что хочется смотреть завораживать платье из бархата действительно завораживает я думаю что он многим идет ну ну скажи пожалуйста катя как в повседневной жизни мне кажется бархат это такой торжественный материал он очень обязывает он очень такой претензиозный да если мы представим и он такой винтажный даже в чем-то но я знаю почему ли торжественный да да потому что он все таки напоминает как раз о каких-то старых временах я знаю что большая поклонница винтажа вот наверное поэтому он как как его в повседневной жизни сочетать вот интересно совершенно для меня что мне кажется что ну не знаю бархатный пиджак но это только в оперу в театр куда-то да или платье это уже будет очень так можно да это будет действительно смотреться празднично и я бы тоже рекомендовала вещи из бархата относительно на определенные мероприятия то есть пойти просто в офис на работу нужно понять что что он тебе будет действительно бархат еще есть разного качества то есть если у нас дорогой наряд то есть это видно сразу если бархат невысокого качества тоже будет видно поэтому здесь уже нужно понимать еще какого эффекта мы хотим добиться то есть если это просто обычный день то например юбка из бархата до середины икры обыгранная блузкой вполне подойдет того чтобы пойти в ней на работу то есть даже если вот например пятничный день как обычно сейчас в офисах модно делать пятницу таким более свободным от дресс-кода днем вполне будет уместно для того чтобы потом пойти вечером с подружками гулять как ты считаешь мы вообще женщины должны нарядно выглядеть каждый день или это все-таки должно быть как бы различие не но понятно что не на спорт да там может хотя для спорта тоже можно нарядно выглядеть очень красиво но тем не менее вот твое личное мнение какое я думаю что мы должны выглядеть прекрасно всегда может быть не всегда нарядно потому что я понимаю что в этом слишком много движений в городе там кто-то с ребенком перемещается например где-то нарядно может быть сложно потому что если например юбки из какой-то особенной ткани они но обязывают соответствующий полностью образ то есть если например нас как сейчас зима да то есть пальто должно быть соответствующим потому что мы не оденем пуховик под вечернее платье вот и действительно нужно смотреть и по сезону и потому куда мы планируем дальше двигаться но всегда нужно выглядеть замечательно я за этот вариант даже если на нас простые вещи но если они ухоженные если мы дополняем их аксессуарами если мы соответствующие сами выглядят то есть не слишком злоупотребляем косметика но при этом подчеркиваем свои особенности индивидуальные это очень здорово ну вот такое мое мнение здорово а ну бархат мне очень нравится да такая тенденция замечательная я прям сразу представила себе как можно это обыграть на самом деле да наверное даже знаешь вот можно какие-то аксессуары использовать которые с бархатом сейчас очень модно текстильные аксессуары и достаточно много людей которые их изготовляют и вот допустим какая-то бархатная брошь или какой-то бархатный шарф да он всегда украсит и как раз позволит нам оставаться именно в тренде да как сейчас модно говорить принято говорить а что еще кроме бархата еще много зеленого цвета как неудивительно да от хаки до ярко зеленого то есть все что мы любим цвета которые случаются в природе то есть в сафари и вот даже вполне до эвкалиптовых лесов то есть все вот эти зеленые оттенки они тоже будут в тренде мне кажется что это тоже очень здорово потому что я сама любитель зеленого цвета но лично мне не каждый зеленый идет цвет и я так люблю люблю повыбирать то есть оттенки зеленого тут действительно все сложно вот но я очень рада что зеленый в тренде и сейчас можно эту тенденцию поддержать на новый год и быть второй елочкой или первой елочкой вокруг которой будут выродить хоровод или которая по крайней мере точно привлечет к себе внимание так что я за зеленый цвет и я рада что он сейчас у нас появляет мне кажется тебя еще откликает потому что для тебя тема экологии вот она не она не пустое звук она для тебя очень важна да и зеленый это цвет земли это цвет листвы цвет радости цвет убеждения и в общем он естественно такой потом это один из тех цветов которые естественны для человека мне кажется то есть он не всегда абсолютно не притянутый за уши здорово а что еще какие у нас еще есть рекомендации еще еще расскажу из того что по моделям модные оборотки то есть обилие таких женственных действительно женственных каких-то моментов то есть когда много складочек сборочек оборочек кружева это все действительно в тренде и еще наверное самым популярным уже опять не первый сезон является пати сорочка аля сорочка как будто бы ночнушка но если так у нас опять проблемы со звуком дорогие друзья я очень извиняюсь очень мы хотим быть в работе сегодня и очень интересно катюша рассказывает но к сожалению опять какой-то пробел со звуком я надеюсь она сейчас сможет как нам подключиться обратно вот и продолжить нашу беседу пока я еще жду ее на звонке и буквально я наверное расскажу да бархат и мы поняли зеленый цвет у нас еще как ты с нами нет к сожалению пока у нас еще нету соединения я очень извиняюсь дорогие друзья что вот так у нас сегодня прерывисто получается алло 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 мы тебя ждали извините что-то у меня да со связью здесь мобильный интернет пока в беларуси не лучшего качества ну ничего мы пожелаем беларуси реализоваться да мы продолжим мы все равно тебя ждем и очень нравится что ты рассказываешь поэтому мы стараемся поддерживать и итак зеленый цвет что еще про да платье сорочки который же не первый сезон у нас и хочется сказать что нужно быть тоже очень аккуратным я фанат вообще из натуральной ткани когда будут эти платья сорочки то есть шелк и кстати если это будет платье сорочка из бархата и с оборками это будет вообще просто боба еще и зеленого цвета все тренды да еще например если оборки будут как-то украшены дополнительными декоративными элементами то это будет вообще просто бомба вот так что да все модные тенденции можно совместить и главное чтобы исполнение платья и собственно сама ткань были достойны уровня которого вы хотите выглядеть скажи пожалуйста вот мы конечно я счастливо провожу зиму в калифорнии но я прошу прощения дорогие друзья у нас действительно здесь нет зимы сейчас и в общем достаточно тепло и как-то вообще летом всегда легче модно выглядеть стильно выглядеть а зима она наносит определенный определенный отпечаток в общем конечно если можете позволить иметь там 5-10 платья в гардеробе то как правило пальто одно-два пальто или там что-то теплое ты можешь себе позволить а уже больше теплых вещей ты будешь покупать точно так же как и с зимней обувью то есть какое-то ограничение есть определенное по количеству и по выбору моделей как выглядеть стильно зимой потому что все таки я знаю что сейчас такая суровая зима сейчас на территории европы да обещают морозы морозы холодно да снег очень рано выпал да обычно в декабрь еще всегда был такой полуосенний а тут прям уже совсем зима зима что что ты посоветуешь как дизайнер как человек моды для зимы именно вот так чтобы чтобы было классно чтобы было классно и главное тепло и тепло да да не замерзла учитывая наши а не ваши координаты на карте в этом сезоне кстати опять многослойность и объемность приветствуется то есть какие-то объемные пуховики всевозможных форм возможных цветов очень приветствуется и чем необычнее пуховик чем он больше более громоздки тем лучше хотя у нас я кстати минске еще такой тенденции не видела то есть очень необычных пуховиков пока не встречала поэтому пока ждем когда минска сама не планируешь верхней одежды заниматься ну как то пока нет для себя пальто да но вот так нам а ну вот для клиентов только если попросят то есть какая-то индивидуальная работа но целом пока это направление не рассматриваю есть куда развиваться в общем на есть мы бы сейчас мысли но пока пуховикам пока не пришла вот так же если какие-то принты есть на пальто это тоже очень круто например кто не носит пуховики кто-то пальто очень востребованы да чтобы был какой-то необычный принт еще по обуви хочу отметить что очень рада кстати тому что несмотря на то что все хотят быть модными но и утепление тоже пришло моду и поэтому носить валенки и какие-то теплые типа а-ля валенки лица паук но при этом украшены там вышивкой или бисером то есть какими каким-то вот аппликациями это все тоже становится модными и у нас кстати замечала что уже второй сезон девушки очень востребованность такую обувь это очень круто ну то есть смотрит не только за красотой и тенденциями но за тем чтобы было тепло а вот интересно мне я знаю что ты следишь конечно за за модой вообще в целом мире но как ты считаешь вот существует ли какая-то национальная идентификация в моде да вот мода она в той же вот белоруссии в россии или в европе я знаю ты везде ездишь очень много путешествуешь поэтому и для тебя это вообще такой как бы источник вдохновения как ты считаешь и существует вот именно национальная идентификация люди по-разному одеваются в разных странах мира если честно да все таки чувствует я конечно отдельно хочется отметить путешественников которые в любой стране видно что это путешественник они абориген вот поэтому про путешественников не буду говорить а вот насчет того что и зима у всех разная тоже можно отметить что в европе и например нас люди по разному у нас встретить человека в пальто зимой ну это скорее скорее редкость вот либо куртки какие-то буховики вот обязательно с меховой подстежкой то есть то что очень часто можно встретить а в европе меньше то есть в основном носят пальто да но есть и куртки но они более укороченного формата что я так понимаю что и ветер другой и морозы не такие крепкие может быть не каждая европейская зима страница с нашей вот и выглядят конечно мужчины и женщины по-разному то есть у нас непосредственно и в Европе в Азии мне вот кстати сейчас подруга поехала работает в Китае у нее там плюс 25 и зима немножко холодная но она там впечатлили все равно выбором пальто они тоже любят носить какие-то куртки укороченные но совсем другого качества чем предпочитаем мы то есть это не такие буховики вот поэтому тоже хочется отметить и вспоминаю кстати американскую зиму так как в прошлом году посчастливилось побывать в Америке как раз таки в зимний период хочу сказать что да видно что все таки зимы отличаются настолько что люди выглядят совсем не так естественно широты и менталитет все таки они обязывают и на другой внешний вид скажи пожалуйста а шубы еще носят вообще и как этот тренд сохранился и как какая сейчас шуба модная из натурального меха или все таки лучше если мы поддерживаем я может быть очень корректно задала вопрос как экологичный носят ли или все таки искусственный мех и какие шубы должны быть да опять же все равно зима актуально кстати интересно что здесь даже несмотря на то что здесь тепло да ну и Сан-Франциско где я живу это город вообще интересных трендов интересных концепций абсолютное такое проявление индивидуальности я знаю что люди носят несмотря на душу тепло они носят такие облегченные шубы очень часто именно из искусственного меха но искусственный мех вообще легкий материал он дает возможность вообще любой фасон реализовать да если скажем из натурального меха нужно участвовать структуру покрой шкурки то допустим искусственный мех это в общем та же ткань просто определенной фактурой она дает уже невероятный полет фантазии как носить шубу какой силуэт у шубы ну скажу про то что происходит у нас у нас ходят шубов и молодые девушки и женщины которые уже постарше и эта тенденция пока не уходит из нашей страны заметьте что девушки которые больше следят за модой которые можно которых можно видеть на показах у нас на неделях моды они предпочитают носить кстати шубки из больше искусственного меха но тогда они отличаются совсем другого цвета они это видно что уже искусственный мех который окрашивает дополнительно и чаще это какие-то яркие цвета которые привлекают внимание такие даже немножко кричащие и мне кажется что в этом нет ничего плохого и если все грамотно подобно между собой то есть дополнительная обувь и сумочка соответствует общему образу то все супер почему нет главное чтобы это не слишком летела окружающей среде ну действительно сейчас мода так развивается стремительно новые материалы приходят на смену старым новые технологии поэтому даже сейчас искусственные материалы они становятся максимально приближенными если вы следите если за экологией если вы хотите поддерживать окружающую среду и не хотите участвовать в убийстве животных да скажем так уже назовем вещи своими именами то конечно можно найти на самом деле очень интересные фактуры действительно реализовать это моя самая любимая тема это украшение я обожаю само украшение не очень них много и я всегда своих подругах в своих подруг знакомых я агитирую за то что украшение носить потому что одно и то же платье надев его с разными украшениями ты будешь выглядеть совершенно уникально удивительно а какие тенденции сейчас в украшениях да что сейчас модно что я вот знаю несколько лет назад джекрю такая американская марка одежды она просто взорвала маркет взорвала рынок именно тем что они имплементировали в моду большие такие как бы искусственные бриллианты да искусственные стразы которые стали носить повсеместно и то что казалось там может быть еще даже в двухтысячные алиповата вдруг стало очень модно и даже простое украшение оно яркое обычно громоздкое оно вдруг одетая с обычной простой рубашкой просто хлопковой рубашкой оно превращает твой аутлук да вот твой вид в совершенно новый удивительный образ сохраняется ли эта тенденция на крупные большие украшения будет ли носиться вот эти вот большие стразы да вот искусственные камни или сейчас все-таки как-то поменялось что-то вот самое удивительное что появилось все-таки да два направления или совсем полный минимализм то есть это простые формы то есть буквально там украшение из металла просто какой-нибудь образ квадрата либо прямоугольника и как-то абстрактно воспроизведены вот это сейчас как одна из тенденций в плане дополнительного украшения и второе это вторая тенденция это обилие как раз таки аксессуаров то есть или минимализм или обилие то есть вот что нам диктуют и и как я думаю что как раз таки работа на два фронта то есть все находят то что им нужно и чем больше украшений чем больше вот например на шее все выглядит как гроздья разноцветные это только приветствуется это очень круто и ну понятно что все это нужно понимать как сочетать с одеждой и другими атрибутами гардероба то есть сумочка должна быть тоже какая-то определенного формата если что чтобы спрятать туда все украшения из этого потребует случай да если что все снять да и потом переродеть а скажи пожалуйста какой силуэт сейчас вот мы сказала об оборках платье рубашка еще какие силуэты сейчас остаются в моде что какая линия да потому что если хочется сейчас пересмотреть свой гардероб да на предмет того что актуализации вещей да что 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 оставить что пока убрать некоторое время потому что мода циклично все возвращается можно потом опять же обратиться к тебе и попросить переделать вещи старые ну да на самом деле женственные формы сейчас на пике и я очень рада что так она сейчас такая тенденция и юбки карандаши кстати тоже имеют большую привилегию много одежды с вырезами то есть декольте и одно из основных кстати тенденции будущего сезона это одно открытое плечо то есть как раз таки если вот в прошлом сезоне чтобы два открытых плеча было то есть это вот то что я говорила платье на бритейлер да чтобы открытые плечи были в этом будущем сезоне одним из трендов является именно платье с открытым одним плечом вот так что такая намек на открытость он опять у нас присутствует уже который сезон скажи пожалуйста вот ты сказал зеленый цвет а какие еще цвета будут модные да потому что может быть не все любят зеленый не всем он подходит вот какие еще цвета будут в тренде очень лиловый тоже популярный он тоже идет кстати немногим и нужно правильно подобрать свой лиловый желтые оттенки и очень много еще синего то есть такие более получаются насыщенные цвета да да то есть они такие более глубокие я не знаю может быть это я так представляю хотя наверное можно в тех же тонах да для лета сделать такую пастельную гампу но это вообще цвета обязывают надо сказать то есть это не универсальные ни разу цвета если еще зеленый как-то так то тот же лиловый да и желтый в общем цвета достаточно сложные и их тяжело комбинировать а кстати вот какие у тебя я знаю что для тебя вообще цвет имеет первостепенное значение какие ты могла бы дать советы именно на комбинаторику на цветовую что что если человек не знает подходит не подходит более сейчас вот последние годы очень модно сочетать сложные принты да когда мы там дорожки с клетками носим или там какие-то полоски с каким-то сложным геометрическим узором и я много вижу примеров что люди не всегда ну то есть они что-то увидели да да поскольку сейчас вот эта тенденция к модному блогерству она весьма популярна да люди увидели какую-то картинку на деле но на них это все не смотрится какие тут есть секреты какие есть нюансы ну нужно не забывать про фактуры которые мы сочетаем первую очередь то есть и фактура например шероховатая низ например если бархатная бузка бархатная юбка и например гладкий вверх какой-то будет очень здорово сочетаться например какой-то топ из каких-то блестящих но немного блестящего формата а вот то есть фактуры мы должны отметить не всегда стоит все одной фактурой одевать то есть скорее это упрощает наш образ вот потом опять же гармоничное сочетание аксессуаров то есть не перебарщивать но при этом и не забывать что они еще и по цветам должны сочетаться с нашим основным гардеробом то есть как мы выглядим например в этот день ну и самое главное наверное чтобы вы чувствовали себя комфортно в том как мы где-то потому что если кому-то комфортно носить такую фактуру сочетающуюся между собой фактурой и человек не хочет слушать ничего как бы переодеться то наверное не стоит ему говорить в лишний раз потому что каждый чувствует себя комфортом в том как он есть но советы все равно как бы советы стилистов я все-таки не стал бы пренебрегать потому что это действительно помощь и сейчас очень много полезной информации можно найти в интернете что с чем можно сочетать все-таки это стоит учитывать а какая обувь мы вот про обувь еще не поговорили кроме валенок кроме валенок ну тоже много обуви открытой то есть но это уже касается как раз таки будущие весны и лета босоножки с тонкими переплетениями тоже будут в тренде устойчивые каблуки и чем необычнее каблук тем лучше вот так что любительницам фишечек есть что показать вот ну и необычные цвета то есть яркие цвета в обуви тоже в этом сезоне будут приветствоваться ну в общем по большому счету так вот зеленый в зеленом цвете бархате а так в общем все все остальное как бы мы можем вполне применять все что у нас есть да я так думаю мне такое ощущение да то есть а как ты считаешь вот этого можно научиться или все-таки это врожденное качество мне всегда этот вопрос очень интересовал потому что ну кто-то вот смотришь на людей да ты идешь по по улице всегда как бы но женщины они вообще склонны смотреть друг за другом там наблюдать кто во что одет кого какие сапоги там какое платье и есть безусловно люди которые просто ну всегда выглядят очень привлекательно очень интересно не вне зависимости от того сколько стоит их одежда они умеют как-то преподнести свой даже там в недорогих одеждах украсив какие-то аксессуары применив или сумку да или какие-то туфли то сразу уже облик меняется а есть люди которые вот как не пытаются все равно ничего не происходит можно ли этому научиться как ты считаешь ты знаешь я сторонник того что все равно внутри нас заложены наши качества которые мы должны которые мы потом чувствуем что они должны проявиться в первую очередь и но и научиться тоже можно для этого нужно просто больше труда то есть это не обучаемых людей нет нужно найти правильный грамотный подход ко всему вот ну а нам девушкам хотящих хотящих выглядеть всегда хорошо этому нужно обязательно учиться вот для того чтобы выглядеть хорошо и чувствовать себя хорошо мне кажется что это правильно то есть все таки стоит иногда почитывать модные сайты смотреть за тенденциями смотреть не пренебрегать этим если ты хочешь выглядеть индивидуально и красиво да все таки это имеет смысл как бы вот этот реализовывать этот визуальный образ через просмотр каких-то источников да после которых ты сможешь уже для себя что-то понять в своей индивидуальности и ты знаешь кстати если кто-то ленится или например не может найти какую-то литературу я бы рекомендовала даже просто смотреть фильмы фильмы о женщинах там одри хэбберн да то есть много фильмов сейчас кстати такого характера которые рассказывают о домах моды это тоже помогает это прививает вкус это помогает отличать вкус от безвкусицы найти свой стиль и вот если кто-то не может найти как источник вдохновения для того чтобы выглядеть хорошо какую-то книжку либо там жена то есть литературу какой-то такого формата можно действительно смотреть фильмы это очень помогает и просто загули там фильмы о стиле или самые стильные женщины в фильмах это тоже будет хорошим источником вдохновения и поможет создать свой уникальный образ то есть девушки которые могут послужить примером как нужно выглядеть вот то что я могу порекомендовать еще у меня такой вопрос опять же к новому году он а потому что у нас в стране да и и в белоруссии в россии в снг да очень популярна вот эта идея цветового нового года да мы всегда придаем значение символу какому туда вот следующий наступающий год у нас будет годом петуха а и соответственно насколько будут актуально красные платья мне просто прямо интересный этот момент имеет смысл акцентировать на красном платье я знаю кстати что ты в своей коллекции как раз вот последний ты на показе вышла в красном платье белом с красным сердцем а белом подожди а вот а красное такое было платье красное красное да тоже было потом уже как дополнение что коллекции тоже да да я думаю что красный это тот цвет который должен быть красное платье обязательно как и черное платье должно быть гардеробе любой девушки то есть это без разговоров без этого невозможно белого может до какого-то времени не быть а вот красное и черное обязательно для особых случаев красный универсальный цвет да который как раз да да но нужно не забывать да и даже не 50 оттенков серого не настолько важны как 50 оттенков красного потому что действительно разнообразие красного цвета иногда затрудняет выбор платья потому что не всем идет определенный оттенок красный нужно искать свой красный то есть тут уже нужно смотреть на цветотип ты сегодня уже несколько раз говорила про цветотип я как раз хотела бы узнать вот какие как как вообще распознать свой цветотип вот я например опять же кроме меня никого нету поэтому я все про себя разговариваю я вот так до сих пор и не знаю какой у меня цветотип и как вообще к этому ну именно подойти к этому вопросу если ты не знаешь что что тебе может помочь какие есть признаки до определения цветотипа ну вот я в начале нашей беседы немножко говорила то есть цвет волос цвет глаз кожа это все наши при данной природой данные природы особенности которые мы можем конечно изменить то есть это линзы или перекраситься но цвет кожи тоже можем конечно очень перезагореть но все равно это наши индивидуальные особенности которые вот и является основным источником который на который мы должны опираться когда выбираем одежду есть в интернете можно просто поискать информацию то есть по цветотипам то есть вообще изучить вообще выделяю четыре основных цветотипа но они могут быть еще смешаны то есть я например хоть отношусь к теплому типу страсть себя унести в холодный то есть поэтому немножко более холодные оттенки помады использую и волосы немножко оттеняя более холодными цветами вот кого-то природа на кто-то по природе расположен к одному но тянет к другому так что бывает бывает по-разному а еще у меня вопрос по тенденции может быть вот я не знаю насколько ты готова по прическам есть какие-то тенденции сейчас но я думаю что ты как как человек стиля как человек моды все равно тоже знаешь какие-то направления что у нас какой образ прически какой укладки должен как бы рекомендуют стилисты доминирующим в семнадцатом году опять же продолжение естественности очень приветствуется натуральный цвет можно только немножко его подчеркнуть с помощью тонирования вот естественные локоны то есть и мне очень радостно что у нас в минске тоже белоруссии тенденции как раз таки переходят к тому чтобы показать естественный цвет волос хотя вот еще полгода назад амбре было популярно но сейчас где-то выговори выгоревшие локоны они являются в тренде но это уже странно стараются меньше использовать все равно парикмахеры вот если больше больше естественности вот и стрижки укороченные то есть укороченный болт либо максимальная длина которая помогает тоже почерпнуть женственность спасибо катюша очень интересно на самом деле прямо столько идей хочется все бежать и реализовывать да тем более что до нового года еще две недели дорогие друзья у вас есть еще возможность пересмотреть свой гардероб найти то самое платье туфли может быть даже валенки в которых вы могли бы встретить кстати а как ты относишься к идее новый год всегда встречать в чем-то новом ты поддерживаешь это или ты или это все-таки прижитки такие если честно я лично сама не придерживаюсь этого и скорее платье выбираю по настроению и по месту проведения нового года потому что ну и на дачу друзей можно сказать полевых условиях большей части на улице и речи о каком-то платье быть не могло то есть это была зимняя куртка это были зимние сапоги то есть максимально утепленные потому что это было не в беларуси и нужно было максимально утеплиться и речи там о каком-то платье быть не могло вот поэтому все по ситуации и по настроению главное чтобы вы чувствовали себя комфортно и конечно с кем вы встречаете это тоже конечно задает настроение ну если хорошее настроение нам будет комфортно как бы мы не выглядели вот так что я думаю что главное чувствовать себя уверенно и не забывать о том что мы свою внутреннюю уверенность формируем не за одно мгновение а это работа которая проходит нас не один день не один час то есть это нужно работать над этим и вырабатывать свой стиль за один час невозможно выработать то есть это все таки многодневная многолетняя практика и как любая работа над собой тоже требует постоянной работы вот такие рекомендации спасибо большое кать огромное спасибо очень интересно все рассказываешь очень люблю с тобой разговаривать я хочу напомнить дорогие друзья с нами сегодня была молодой белорусский перспективный очень популярный дизайнер екатерина тикота основатель бренда тикота и уник мы я хочу от нашей радиостанции поздравить екатерину с наступающим новым годом и также пожелать ей успеха в новом шоуруме чтобы у тебя там все продавалось чтобы можно больше клиентов чтобы на ну и ты расширяла возможности да и чтобы твои твоя одежда прекрасная красивая очень экологичная очень модная она была встречалась не только в белоруссии да и странах с агмага и европы мы тоже на американском рынке имели бы возможность ее ее покупать но не знаю ты можешь тоже нашим слушателям что-то пожелаешь кто конечно раз уж мы такую такую виссию взяли для себя как рождественский выпуск так что будем будет очень приятно услышать твои пожелания да спасибо настя я хочу тоже поздравить всех радиослушателей вот с наступающими праздниками и хочу пожелать самое главное гармонии внутри себя гармонии с окружающим миром и чувствовать себя уверенно и это в первую очередь вельно себе она поможет и выглядеть нам хорошо в любой ситуации вот любите себя любите своих близких любите людей которые рядом и как можно больше улыбайтесь и радуйтесь тому что у вас есть всех с наступающими праздниками спасибо большое катюш я надеюсь ты нам еще потом что-нибудь расскажешь я знаю что у тебя ты человек очень динамичный и мы тебя обязательно пригласим в наши будущие программы я думаю что это будет очень интересно забудем какой-нибудь совместный проект спасибо друзья с вами была екатерина текота из минска анастасия хрущинская сан-франциско и радио сангейтс со штаб квартиры в чукалга мы вещаем по всему миру через интернет на нашем интернет радио сангейтс и рассказываем обо всем что вам будет интересно до новых встреч дорогие друзья и следите за нашими анонсами в социальных сетях на нашем канале youtube кто не успел послушать нашу программу очень скоро она появится на нашем канале а также я хочу вас пригласить в новый формат я начала выкладывать наши программы в на радио интернет радио под и фэм вы можете слушать наши подкасты ежедневном аудиожурнале мы теперь вас доступны через интернет приложение ищите наши передачи везде спасибо друзья катюш до новых встреч счастливых встреч хорошего вечера пока спасибо все пока пока а а а а а и Субтитры создавал DimaTorzok